Растительное масло, творог, протертая смородина, крупы, мясо и свежие фрукты. В фасовочном цехе комбината детского питания идет отгрузка продуктов во все детские сады города. На каждом контейнере заявка от учреждения и сведения о количестве посещающих его детей. Меню для всех дошкольников разрабатывается сроком на 10 дней и обязательно утверждается в Роспотребнадзоре. Для целого списка продуктов доступ в садике закрыт. Есть такие продукты, которые не допускаются в использовании. То есть это субпродукты за исключением сердца и печени, это у нас жирные сорта мяса, это баранина, свинина, как мы знаем. Курица замороженная у нас не используется, только охлажденная. За качеством питания малышей здесь следят очень строго. Пробы со всей закупаемой продукции отвозят в областную лабораторию для проверки соответствия ГОСТам. С сомнительными поставщиками муниципальное предприятие не работает, предпочитая проверенных местных производителей. За счет централизованного закупа и удается сдерживать цены. Ежедневное полноценное питание ребенка ясельного возраста обходится ангарским родителям в 93 рубля, а старшего дошкольника в 115. И в ближайшее время цены обещают не поднимать. На сегодняшний день у нас работают с нами в основном это наши сельхозпроизводители и либо местные производители наши. За счет этого, что у нас нет вот этих транспортных расходов, может быть дополнительных, я не знаю. Но на сегодняшний день вот у нас молоко за 26 рублей 90 копеек. Картошка на сегодняшний день у нас 11 рублей за килограмм. Обязательными для детского меню являются свежие фрукты и овощи, а также кисломолочная продукция. Разнообразие продуктовых наборов позволяет быстрее выработать вкусовые пристрастия малышей. По этому же принципу разработано и школьное меню. Договоры на организацию питания с индивидуальными предпринимателями заключают сами директора образовательных учреждений. Сегодня горячие обеды получают более 25 тысяч учеников. Почти 10 тысяч из них – ребята из многодетных и малобеспеченных семей, которые питаются бесплатно за счет средств областного и местного бюджетов. Нужно сказать, что у нас есть примерное 10-дневное меню, которое утверждено Роспотребнадзором. И таким меню, который разработал комбинат детского питания для общеобразовательных учреждений, пользуются 24 школы. Остальные школы разработали собственное меню, которое также утверждено в Роспотребнадзоре и является основанием для организации питания школьников. Стоимость обеда в образовательных учреждениях Ангарска также тщательно контролируется и сегодня составляет от 45 до 70 рублей. И если ребята просят на обеды больше денег, значит хотят порадовать себя лакомствами из школьного буфета. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время.